Здесь мне представляется сборная Голландии имеет возможность выиграть все три матча. Ну конечно мы сейчас делаем все эти прогнозы задолго до турнира, а как показывает практика последних лет десяти, на турнире выступает хорошо та команда, которая сумеет к этому турниру лучше подготовиться вот в течение месяца как раз подготовки предстартовой, потому что здесь играют не статусы, а играет вот реальная подготовка именно к этому турниру, именно к этим вот дням. Тем не менее Голландия я думаю явный здесь фаворит, про сборную Японии я признаться знаю мало, насколько я знаю там тоже сейчас давно уже работает местный специалист японский, опять-таки как и в случае с Кореей не думаю, что это хорошо, думаю, что те рассуждения, которые я применил к сборной Южной Кореи годятся и для японцев. Мне трудно оценить их шансы, я полагаю, что у команды Камеруна главный козырь то, что у нее есть ярко выраженный лидер, это Самуэль Этоо, этот футболист может играть в любой ситуации, кроме того он играет там, где собственно говоря лидер может провести себя сполна, это нападение. Я думаю, что именно Камерун составит компанию голландцам, потому что сборные Японии и Дании не превышают классом Камерун, а ярких лидеров у них нет. Что же касается датчан, то это крепкая европейская команда, я думаю, что очень многое будет зависеть от того, как они сумеют адаптироваться к южноафриканским условиям. Если они смогут это сделать нормально, то соответственно хорошо, но против датчан работает то, что они первый матч проводят против сборной Голландии. Это означает, что у Камеруна, который, как мне кажется, главный соперник датчан в борьбе за вторую путевку, это означает, что у Камеруна есть шанс с первого тура опережать датчан. Думаю, это будет важно. Италия, конечно, явный фаворит. Про сборную Новой Зеландии известно мало, но боюсь, что, наверное, она аутсайдер в этой группе. А вот Парагвай и Словакия очень разные, чрезвычайно разные стилевые команды. Я думаю, что Словакия, наверное, поровнее, думаю, что Словакия, наверное, поамбициознее и при этом не склонна к недооценке соперника. Все будет зависеть от того, кто, Словакия или Парагвай, лучше адаптируется к условиям игры в Африке. Сейчас это непредсказуемо, но я думаю, что небольшой перевес все-таки есть у Словакии. Я очень хорошо знаю тренера этой команды, Владимира Вайса, он работал в России. Вайс – это тренер, который умеет сыграть надежно. То есть, возможно, он все-таки дебютант чемпионата мира и человек еще для тренера довольно молодой. Возможно, он не сумеет реализовать все плюсы своей команды и полностью ее раскрыть. Но то, что он сумеет построить надежную игру с минимальной долей риска, я в этом практически уверен. Со Словакией и итальянцем не будет легко. А вот Парагвай, как мне кажется, команда, которая к этому менее склонна. Поэтому, думаю, все-таки в борьбе за вторую путевку небольшое преимущество у Словакии. Мне представляется, что сборная Кот-де-Вуара во многом потому не могла найти главного тренера перед этим турниром так долго, что все понимали, команда, с одной стороны, сильная, от нее многого будут ждать, но у нее слишком сильные соперники – Бразилия и Португалия. То есть ответственности много, а учитывая особенно еще и кратковременность работы, риск большой. Поэтому мне представляется, что Бразилия и Португалия имеют хорошие шансы, чтобы реализовать свои преимущества. Вы скажете, что у Португалии не очень сильный тренер Карлуш Кейруш. Ну, наверное, вы правы, но Кейруш хорошо работал именно со сборными. Я не думаю, что его трудности в работе с португальской сборной в отборочном турнире имеют фатальный оттенок. Все-таки Португалия – большая команда, и, думаю, ее лидеры не очень-то допускали мысли, что они могут не попасть на чемпионат мира. Поэтому отборочный турнир, как мне кажется, ушел на то, чтобы сформировать новую команду, в чем-то ее обновить, укрепить. Ну, и плюс к этому найти для себя какую-то новую мотивацию. Мне представляется, что бразильцы, конечно, сильнее. У них, правда, есть определенные проблемы с нападением, но вряд ли это должно сказаться вот на групповой стадии. Думаю, что Бразилия и Португалия без особенных проблем выйдет из этой группы. Сборная КНДР не должна приниматься во внимание, наверное, для нее огромный успех выйти на чемпионат мира. Я знаю, что в КНДР не собираются показывать чемпионат мира, а только фрагменты матчей своей национальной сборной, если все пойдет хорошо. У меня есть сильное подозрение, что в КНДР не увидят ни кадра чемпионата мира, если они действительно планируют поступать именно так. Очень интересно оценить шансы сборной Швейцарии, потому что у нее сильный соперник – это чилийцы. Я не очень себе представляю, как играет команда Чили, но я знаю, что сейчас в Европе очень много качественных футболистов из этой страны, которые показывают достаточно интересный футбол. В общем, когда-то давно, когда 12 лет назад сборная Чили играла на чемпионате мира во Франции, все знали, что у нее есть выдающаяся атака – Самарана и Саус, а все остальные – ну как-нибудь там рядом. Сейчас у Чили ровная команда, и учитывая, что прекрасно известен тренер сборной Чили Марсел Бьелса, наверное, для него это оптимальная ситуация для того, чтобы лепить команду. Он всегда именно командными рычагами воздействия и строительством командной игры был славен. Испания, безусловно, фаворит. Я думаю, что она без особенного труда выиграет группу. Единственная проблема Испании – то, что не очень уверенно играют вратари в этом году, что Кассильес, что Рейна. В остальном, вылет Испании будет, мне кажется, самой большой сенсацией. Даже если предположить, что вылетит Англия или Бразилия, по-моему, вылет Испании – это куда большая сенсация сейчас, поскольку по качеству футбола это точно лучшая команда в мире среди национальных сборных. О команде Гондураса мне говорить сложно. Я не видел ни одного ее матча на протяжении пяти последних лет. Знаю, что есть приятный на вид и качественная футболиста из Гондураса в Европе. В Андерляксе, я знаю, играет защитник. Я знаю, что играет нападающий в серии А. Но мне все-таки представляется, что этого недостаточно. Команды из этого региона, если это не Мексика и не США, обычно ничего внятного на уровне борьбы за выход из группы на чемпионатах мира не показывают. С чего бы это поменяться? Ну а помимо этих команд Швейцария, там тоже опытный тренер, мне кажется, что у Швейцарии все-таки чилийцам будет проще адаптироваться к условиям Южной Африки. Швейцарцам, наверное, сложнее. Кроме того, мне кажется, что швейцарцам не хватает яркого лидера. А у чилийцев, в общем, с этим делаю абсолютно получше. Поэтому, думаю, все-таки у Чили, наверное, 60% шансов, а у швейцарцев 40% на то, чтобы составить компанию Испании в плей-офф от этой группы. Продолжение следует...